Вечер добрый Замечательная и прекрасная карта Давайте ее и наблюдать, друзья Бенч против Гронт 00 Да, всем еще раз привет Надеюсь, что интернет не будет подводить меня в этот раз Потому что он Букобяка И все эти вещи у нас, Господаров Из команды Бенча дает уже два хэдшота Это снайпер коллектива, как я могу помнить По событиям карьеры Господарова Еще из команды Нави Джуниор ФПС Перед противника сносит Хэви Года Как раз такие товарищи из Израиля здесь Но в потенциале сейчас Может быть кого-то еще найдут Нет, Господаров дает третий хэдшот Открывается Твиксар, Господаров видит еще одного противника Еще один хэдшот, дайте ему эйс Это должен быть эйс, но нет Патрон заканчивается, заканчивается возможность Это дело провернуть 1-0 1-0 за командой Бенчат И самое время опять же посмотреть на то, что Предлагают ребята из Париматч И это 1-62 на команду Бенчат И 2-2 на коллектив Гронт На трейне, соответственно Во всем матче Да, ну интересно Вот у нас получается Бенчат даже фавориты Сейчас Против своих оппонентов Очень любопытно Весьма любопытно даже получается Что так и есть Хорошо, друзья Давайте врываться Давайте смотреть Твиксар Закрывать здесь фпс Ситуация большинство Для ребят из команды Бенчат Но это у нас, кстати, байраунд Несмотря на то, что бомба не стояла Решается закупить 5 деглов Для команды Гронт, соответственно Ну и попытки что-нибудь с ним придумать Ну и придумывают, кстати 3-3 Ситуация уже Но тяжеловато Конечно, мы будем ее разыгрывать все равно Здесь надо как-то попытаться доброго закрыть Пока он был на беззарядке Но Торик на размене Даже после перезарядки Бомба будет установлена Даже попытка как бы этот раунд забрать Будет весьма-весьма Реально Да, более чем Правда, Хэви Год Остребует уже хэдшотом Торика И у нас пока получается Нужно идти НМВ Здесь это прекрасно получается Дефузский-то есть У Хэви Года, соответственно Проблем с дефузом Не будет никаких Здесь совершенно точно Поэтому наблюдаем за тем Как ребята будут ли форсить Деньги на это все вроде бы даже Как-то имеются сейчас 3-800, 3-500, 4-500 И в принципе они выбили Три девайса из противника Поэтому такой, скажем, даже полуриск Может быть и оправдан Для ребят из команды Гронт Но нет, закупается Хэшка Закупаются деглы первой арморы Это означает только одно Что они попытаются взорвать противника И уже при счете Ну, вероятно, 3-0 Хотя, может быть, и с деглов Залетит по головам Из команды Бенчит Вот кого ты знаешь из Бенчитов? Из Бенчитов? Из Бенчитов? Ну, Господарова знаю Доброго знаю Финнигана знаю Ой-ой-ой Как Господарова больно От хаишек прилетает На пол-КП Мне кажется Финниган грустит Грустит немного Потому что Димка ушел Валорант Это парочка Та еще Известная Они даже участвовали В турнире 2 на 2 От Рэдбула Это мне посчастливилось Покомментировать Они там, конечно Довольно быстро Отлетели, к сожалению Но показывали хороший тимплей И шансы у них были Неплохие Но там ребятки Вообще Против них бешеные были Так Ну, что ж 2 на 2 Это история Конечно, отдельно Я помню По поводу этого 2 на 2 Мы что-то комментировали Предположу, что это была ESL Pro League Но мы с Андреем Пошли в клуб В Йоди Потанцевать? Ну, не, не совсем Компьютерный Вот Ну, решили Пока там время есть Покатать пару каточек Потом, когда уже пришли Поняли, что особо время Именно на катку нет И решили поиграть 2 на 2 Зашли, поиграли Ну, и с Бумычем попались Вот Неплохо Да Попереписывались Отлетели И пошли Грустные работать Почему грустные? Вы закономерно От Pro Где у вас было Не так много шансов Андрюха там потел Блин, сидел Он говорит Давай, давай Мы Сейчас Кирилл развалим Но я Я болел за Андрея Каждый раунд Находясь в таверне Сразу же Но Не суть Со старта, да? Еще раунд начинается Только ты уже в таверне Я уже отдыхаю 3-0, друзья Бенчит Хорошее начало Да Ну, вот Трейн Мы с тобой Еще сегодня Не видели У нас только Были 2 Инферно Трейн Как мы помним Карта КТ И я помню Что Гронды Должны Ее катать Сейчас я вам скажу Точно Не должна быть Статистика Да, у них 13 сыгранных Трейнов 54% медрета То есть из 13 карт Забрали себе 7 Ну, команды Бенчат Только одна Карта Трейн Они обыграли Как раз таки Команду Доси Который собрал Там 16 10 9-6 За сторону 6 раундов Атаки И потом 1-10 Сверхли раунд Атаки Отдали Забрав себе 10 в диффенсе То есть у них Защита довольно серьезная Атака Как и должна быть По сути Так что Должно быть сложно К команде Гронд Пошли в молик Гулять Отрываются Под Доброго Финикан Забривает также Добрый погиб Размен От Саски Есть еще также Фраг на Финикан Нас ждет спину Торик И 3-3 Занятая почти база Но нет Твиксар не пускает Бомба еще неудобно выпала Нужно идти забирать Саски дает свой третий фраг Молотов пошел на дефолт Забривает Саски Стоится последним Торик Закрывает его моликом Закрывает он хэдшотом Противника И теперь 1 на 1 Торик Или Твиксар А, неприятно Сейчас можно и хэдшот получить Единственную пулю в голову И отъехать Но получает ее Твиксар Очень нервный раунд Если бы не Саски Это был бы Сто процентов Слит раунд И вообще без Каких-либо вариантов Для команды Грон здесь Но нет Смотри справились Вытащили себя Из такого непростого Положения здесь И как-то оно пошло Вот так Но Гронды Команда Которая Если я ничего не путаю Как раз таки у них Очень забавный буткемп Да С девчоночками Да Я тоже на таком Просто поприсутствовал Просто поприсутствовал Даже не будучи в команде Конечно Конечно Просто, знаешь Посидел Посмотрел Ну тут больше Вопрос Тист Ну Интереса К К компьютерному буткемпу Разумеется Естественно Что еще может желать Мужчина В расцвете сил Конечно Компьютерные игры Да Так и есть ФПС Закрывает Хэви года Господаров Вместе с добрым Эмочка Которая Которая длинная Какая интересная Эсочка Да Механа Пушка По-моему Называется Да Ооо Была у меня такая Не такая была Много всего Было интересно У меня когда-то был Дигл пламя Который сейчас стоит Блин как полквартиры У меня их был даже Не один А штук пять Сразу же Было Две стольные Картилы Да Ну не очень Большие И не в центре Даже Я не про Москву Сейчас говорю А просто В центре Какого-то города Но сейчас Он стоит Очень Действительно Дорого Раньше Это типа Тысяча рублей Или 800 рублей Еще когда Во времена Лаунжа Насыпал Я такой Блин Он конечно Прикольный Но ну его нафиг А потом Когда я Посмотрел Недавно Цены на торговой площадке Я конечно Был очень Сильно Удивлен И Немножко Разосадован Что у меня Больше нет Вот этих Вот Диглов В пламя И много Много других Скинов Которые раньше Стоили Ну вообще По отношению На данный момент Копейки А сейчас Ох Эти копейки Да мне в карман Ну Знаешь Все дорожает На самом деле Все дорожают Жизнь дорожает Жизнь дорожает Это верно Не будем А грустным Давайте О контрстрайке Гронды Третье бюро Друзья Три 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 Да Пока что Три Действительно Здесь Без Вариантов Для Господарова Очевидно По 250 И НМВ Очень неудобно Для произношения Никнейм К сожалению Или к счастью Я если честно Сначала думал НВМ Я тоже так Обычно Произношу Ну да Вот Но нет Не тут Было Не тут Давай посмотрим Кэфчики При Три Три Ну давай Это 1.77 На грунт И 1.97 На команду Бенч То есть Они плюс-минус Выровнялись Немножко Фавориты Гронды Стали Сейчас Но Париматч Изначально Примерно Плюс-минус Такие же вещи И давал На все Торик Торик Семь хп Страшно Саски С бомбой Ты куда Родной Вернись Не надо Так далеко С бомбы Уходить Оставь Ее Положи Немножко Душить А бомба Ставь При том Что Они отдали Столько Раундов Своих 4 в 2 Ну Там Один Симпл С 7 Хп Скаутом Против Троих Уже Вероятно Девятый Симпл Конечно Молодец И Саша Подсобрались Против Гамбит Я думаю Еще впереди Все Я думаю Что четвертая Карта Будет Точно Пятая Пока Под Вопрос Ну да Все Именно Так Поэтому Друзья Классно Конечно Матчик Грустно Немножко Что Вот так Совпало Часто Бывает Ну Для нас Скорее Грустно Да Для Большого Зрителя Конечно Нет Абсолютно Я не думаю Что Это самый Интересный Матч Который Хочется Посмотреть Это Закрытый Прости Пожалуйста Закрытый Конечно Естественно Вот Но Так или иначе Так или иначе Это все равно Извините меня Первая команда мира Против Третий Я правильно понимаю Или пятый Я сейчас тебе Освежу память Потому что я сам не помню Там она все меняется Первая против четвертой Пятая Виртус Про Между Да У нас три команды Из СНГ И две из Дании Топ-5 Когда такое было Никогда такого не было Чтобы три команды Из СНГ Были в топ-5 Ну по крайней мере По версии их ЛТВ А спириты в 8 Где-то такое Что-то Ну там они тоже Недалеко Сейчас тебе скажу Ну получается Топ-10 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 Но Все Дальше Четыре команды В топ-20 Из них Топ-11 И в топ-5 Ну или так Да Можно сказать Ну рейтинг обычно Считается топ-20 ЛТВ Вот так показывают Обычно Типа это Тир-1 команды Скажем так Ну почти Тир-1 команды Не знаю Насколько можно считать Тех же самых Экстра-соль Искейдов Тир-1 команды Это крепкие Тир-2 Конечно Как и Хаву Как и Фениксы Как Не знаю Ну уже вряд ли Ну остальные Да Тир-1 команды Коих там Шт-15 Она собирается И 120 Которые показывают Результаты А мы смотрим Как Гронда Забирает себе Уже 5 раундов Подряд Пока что Без девайсов Для команды Бенчат Вообще Как бы Они там не пытались Господаром Не хотел Попадать Но что-то Их прям Прессуют Очень жесткие Сейчас вылетает Торик дает фраг Девятку замечает Феникс Сносит на противника Сражается против Торика И у него не получается 2 в 4 Не добил Добил Нос ж Сгорел Так 2 в 1 Добрый Добрый Заметили его И шестой раунд Для Гронд Шесть подряд Насколько я понимаю Да Да В атаке На трейне Это прям сильно Очень сильно Очень сильно Друзья Шесть раундов К ряду Для команды Гронд Это то что На самом деле Может потихонечку Уже ставить вопросы К команде Бенч И вот эти кэпчики Которые давали Если честно Конечно Ну естественно Здесь Бест оф лан Поэтому каждый раунд Даже меняет Эффициент Достаточно сильно Но Сами вы понимаете Что Гронд Это все таки Команда Которая Вообще Кстати Очень неплохая Команда Ну то есть Ребята Проходили Сильных Оппонентов Ну да В общем то Они даже Мне кажется Еще Я не знаю В какой форме Сейчас Торик Но мне кажется Торик Это усиление Коллектива Притом Весьма неплохое Сейчас у него Статистика 11 на 5 То есть Мы видим Что он действительно В форме Сейчас И Это очень хорошо Может повлиять На коллектив Гронд И они Тир 4-5 Могут подняться Повыше Пройти На Аэромер Турнир И Показать себя Там Почему нет Если они Действительно Прям Тренировались У них Это цель Заявить И себе Набрать Пойнты Пройти В основную Стадию Почему Успеха Ребятам Обычно В Best of 1 Может случиться Все что угодно В Best of 3 Обычно Бывает То что Коллектив Который должен Проиграть Он обычно Проигрывает Потому что Три карты На какой-то Фаворит Может ошибиться Но Для оставшейся Ну типа Может запросто Взять Вообще То есть Подумать Немножко Обмазковать Здесь Такой возможности Вот в Best of 1 В первый день К сожалению Не имеется Вообще Так и есть Прыграл Прыграл Пошел Лузера катать Так и есть Друзья Ну будем смотреть Будем глядеть Что к чему И как все это дело Соответственно Будет развиваться Вот они Вот они Первые контакты Близкие контакты Один в один Кстати Очень Очень Быстренько Все произошло Фейдет Но добрый Без армора Хорош Хэтшотит Доброго И Это Седьмой раунд Уже Для команды Гронт 7-3 Друзья Большая 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 Разница Уже между Коллективами Буквально в одном раунде Команды Гронт Победа За атаку Наполовину Да Очень похоже на матч Сейчас скажу Каких команд Которые участвовали Немного ранее Я сейчас попытаюсь найти Где это у нас результаты Вот оно Юник И Крау Крауд Где за атаку На нюке Было выграно Сумасшедшим Раунд 13 Здесь примерно К тому же Стремится коллектив Гронт Ну что мы видим сейчас Два Фрага для команды Бенчет Пока что без размена Хотя битый Финикон Кой сделал Два килла стартовых Чтобы помочь Своей команде И сейчас посмотрим Затем Как В общем-то Это большинство Попытается разыграть Ребята из команды Бенчет Ни в коем случае Конечно нельзя Подставляться здесь И как-то вот Отдавать подобное И так летят Бенчеты Им нужно наоборот Набирать 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 Да Именно так По-другому Никак Ну что Четвертый должен быть Четвертый Отпускать точно нельзя Это абсолютно верно Но пока не торопятся Ребята Пока что максимально Прям Выдерживают Времечко Ну и атаковать Будут Аплент Со всех разных Позиций Со всех разных Точек Потенциальная попытка Опять же К этому всему делу Привезти Но остается Один игрок Который Уходит на сейв И это Соответственно Друзья мои Раунд За командой Бенчет Собственно Как и предполагалось Ну да Что и важно Также для них Браунд Возможно Без потерь Хотя там За Фенигеном Пошла охота Хочет видимо Отомстить За То что было Но нет НМВ Тут забирает Как же неудобно Слушайте НМВ Как-то не Не звучит К сожалению К большому На русском языке По крайней мере 4-7 Да Действительно Без потерь Хотя Как ты уже упомянул Деньги конечно же У команды Гронт Имеются На бай Но вот Они возможно Будут последними Если сейчас Каким-то образом Команда Гронт Еще раз Раунда даст То деньги Там будут Только у одного Саски Не более того И вот это Может привести К каким-то проблемам То что Бенчат Могут выйти На восьмерку Для себя У них сейчас Имеется Две снайперские Винтовки Три калашниковых И в принципе Пока что Без пауз Но ребята К чему-то пришли Что Оружь Пацаны Отдавать раунды Надо В защите Но тоже Фениган Вновь включается Номером 1 Дает фраг Погибает Саски Но живы Еще 4 бойца Команда Гронт Значит Что-то еще Можно отсюда Нарисовать Так Ну Будем глядеть Далее Друзья Что к чему Во всяком случае Есть У нас здесь Попытка Выйти на пятый В очень нужный И хороший Пятый раунд Для команды Пенчат Откидывается Молотов ФПС Этим занимается Все потихонечку Фейдет Фейдет Закрывает Доброго И Бомбу Правда Не подобрать По всей видимости Здесь уже все игроки Которые эту бомбу Охраняют МВ Оп ФПС 2 в 2 О Почему никто Не смотрит сюда Вопрос Только что Была информация Что был сделан Фраг Как это так Хэви Год Слышали его По идее Нет Может не слышали Непонятно А вот это Выстрел Был ни к чему Абсолютно От Хэви Года Ну и спокойно Фейдет Вышел И восьмый раунд За собой Закрыл 8-4 На ровном месте Подарили сейчас раунд Ребята из команды Бенчат Сколько там 3 в 5 было Или 2 в 5 Ну что-то типа того Там было 5 в 3 Потом База Б Была Отдана Абсолютно Полностью Там погиб Игрок Потом еще Один игрок Погиб Ну и там Уже конечно Авик Раздал Команды Гронт Прям очень Круто Безумно Было В этом плане Но деньги у защиты По прежнему еще имеются Поскольку выживали В прошлом раунде В пятером И значит Что-то себе Доподсейвили Нахватило на Авик Правда без армора Там уже Тексар Находит фраг Хэви Гад Прочекали его Дали по лицу И проходит дальше Торик на озеренку Закрывая Проход с КТ С маком Чтобы его там в бок Никак не смогли Оформить Ну вот Что тут могут Нарисовать Гронты Попробовать подождать Пока пойдут На озеренку Чекать Отправляться Фениган уже Конечно парень Злой В плане Фрагов И всего прочего Но пройти его Вполне можно А потом С плетом на базу Б Залететь Ну да На базу Б Отправляется Там только один добрый За катушками находится Прочекать ли его Либо он сам Станет Он сам вышел Продоставился на 12 хп Дошивает его НМВ Здесь и 3 в 3 Уже 3 в 3 Так Ну бомба на Б Бомба должна устанавливаться Уже совсем скоро Бомба почему-то Не устанавливается А Торик сидит По-прежнему Смотри ФПС закрывает Твиксара Стрельбение пошло Нормально закрыли Господа Последний Без армора Попадает Здесь По своему оппоненту Ну вы на сейф уйти Но его здесь даже не отпустят На самом деле Он это пока не понимает Но Сейчас поймет 9-4 Денег нет Ну команды Бенч Это закупка до 2000 Попытка Грондом выйти Аж на 10-й раунд В общем пока Все очень неплохо Для Грондов Максимально неплохо Да Еще и кэфчики 1.07 на Грондов 7.5 на команду Бенч От Париматч Это прям Ну как бы видно Очевидно Да Что только один девайс Бенч забрали Да Хорошо уверенно Никого не потеряв 5-0 Но Все На этом раунде Закончились В девайсах Это мне кажется Показатель того Что да Круто там Стрел Господа В последнем раунде И взяли форс На противника И дальше экономический И Ну там 2 кабай Который получился С деглами Но потом Что-то Гронды Прям врываются Налево-направо Напихивают И ты ничего не хочешь Добрый Первый фраг Навешивает Размен есть Также от Саски Закрывается Перемычка И дальше заход На базу Б Где больше никого Из игроков Команды Бенч Здесь и не имеется А значит что Десятый вполне возможно Будет Если конечно не ошибутся Гронды не подставятся Под деглы Но пока что Не подставим Еще и смог Залетает на баньку Но это не выигрывается Защитой 100% Тут еще и Торик В такой позиции Где Виксар не ожидает Ну может быть я ожидал Но вот Перестрелять нужно было Прямо ходить на страйфе И давать точную пулю Чего Не получилось Да Десятка будет Для атаки И я Не знаю Что-то Сомнения меня Некоторые забирают Что у Бенчетов Получится точно так же В атаке Круто отыграть И Дадут им борьбу В этой карте еще Да Тут может быть поздно Банально Даже уже сейчас Десять раунд Есть Выигранная пистолетка По сути Грондом Выигрывает Игру Ну Так и есть Поэтому Поэтому Друзья Надо будет смотреть Что к чему Ну желательно Конечно Забрать пятый Ну а там Нужно забирать Много чего Потому что Если Гронды выигрывают Одиннадцатый пистолетный Да Стреланс Четырнадцать четыре Какой-нибудь потенциальный То это уже тяжко И это уже Будет Очень Сложно Для команды Бенчет Поэтому Надо постараться Выиграть пятый Ну а Гронды Гронды Выглядит хорошо Гронды Выглядит командно За атаку Действительно Показывает Очень хороший кайф Да Есть такая ситуация Есть Гронды Действительно Смотрятся Очень Грандиозно Как бы это Высоко не звучало Но Есть на это Скажем так Основание В этом плане Так что Действительно Все очень Так Непросто Ну глянем Что будет дальше Как оно сложится По ходу Карты Может быть Действительно За атаку Сейчас как возьмут Как перевернут Бенчуде Но им нужен пятый Без него Делать им На этой карте Мне кажется Будет практически Нечего Здесь Поскольку Отдается Пистолетка И все И до свидания И вы играете В лузерах В Бест оф 3 А там тоже Команды могут быть суровые Там и К23 В лузерах Хотя у них уже есть Пара Но это может быть Тоже довольно серьезно Так что В Винрах Там побольше Сейчас По крайней мере Шансов На то Чтобы повоевать Как бы то ни было Заход на Аплент Есть два минуса От защиты Один размен Присылается От Торика Но еще Вполне играбельной ситуации Времени хватает И фраг на Хэви Глода имеется И за смоками Пацаны находятся Из команды Защиты И там еще мчится На коннектор игрок Фэйд этого сбривает И внезапно Ситуация Такой неприятной Команда Гронт Выходит Ну почти победившим Еще и на базу Б смещается Где нет Никого И вот это выбивает 2 в 3 С поставленной пачкой Для бенча Ну извините Но это вряд ли Да Да Так и есть Друзья Бомба Тикает Два игрока И Одиннадцатый Здесь потенциальный Имеется За ребятами Из команды Гронт Авик просматривает Ну отлетает От Фиксара Фэйдет ФПС Последние остаются Ну от Фиксара Информация известна Его перестреливают И последние Одиннадцать четыре Что-то как-то Мы с тобой Посмотрели Инферно По 30 раундов Практически Там 29 и 30 раундов У нас было Вот на трейне Как-то не то пальто Пока что проходит Ну может быть Сейчас Что-нибудь Куда-нибудь Господа 18 на 11 Чего Как-то так Но вначале Он же сделал Почти эйс На пистолетке Он четыре фрага Вынес И неплохо С авика попадал Но вот тиммейты Эту инициативу Не сильно-то поддерживали К его большому сожалению Поэтому вот Вот такая история Прописывается Здесь у нас Так что Все вполне Закономерно Пока мы видим Тут В этом плане 15-9 торик 15 на 7 ФПС Эти два парня Тоже очень здорово Тащат свою команду Конечно Да Господару еще Три фрага Нужно колотить Но как бы то ни было Может быть Получится Еще у них Хотя Времени может быть Не так и много Для этого Все-таки Еще такой довольно Скользкий Для команды Бенч Уже два фрага Есть от защиты Размен от Господарова С глока ФПС Заходит смок Не боится Там пошла перестрелка Добрый сбливает Цаски ФПС работает под смоками Пока что его здесь Не видно Не слышно Открывается подмен Игрок Атаки Это как раз таки Добрый И над собой ФПС противника Не замечает Как раз таки Это был Финниган 2 в 2 По итогу перестрелок Есть минус По фейдету И Финниган Сейчас может Еще и NVM Там завалить В случае чего Кто-то отправляется Через коннектор Отыгрывать И Финниган Забирает его 5.11 Какой-то Минимальный шанс На гамбэк У команды Бенча Все-таки Еще имеется Да Начало было классное Надгрон Сопни фраг Все вроде как Неплохо Но потом Не получилось 11.5 Друзья Пятый раунд Есть И Ну Форс очевидно Другого варианта Мы здесь не увидим С вами 2 дегла 2 скаута МПшка для Торика Ну и В общем-то Будем глядеть Будем смотреть Что Все это дело Нам Преподнесет Торик Там такое ощущение Что упал В итоге Этот человек Но нет Он залез Обратно Все нормально И пока что Без летальных Контактов 5.5 Пока что Да и перестелки Вот только сейчас Начинается Торик прывает Собирает Финнига На размен От доброго Происходит в данный момент И По Сути Мы видим с тобой Что Дорогой мой друг Видим мы 2 скаута Для диффенса Которые На ретейке Могут быть Абсолютно бесполезны На приемке Да То есть Можно где-то Верхний парыч Попробовать Поддамажить И сработать Под Диглы Тиммейтов Которые потом Дадут по одной Пуле И все На этом жизнь Кого-то Подбитого Закончится Ну а там 2 Галила Калаш Еще граната Есть Сейчас Флешка Смок Полетит Флешка Еще защита Неприятная Такая прилетела Ровно в лицо Господар Знаете что Есть игрок за собакой Идет его кушать Твиксар Это получается Даже не попадает По-моему Не пули Фейдет Хотя вот по-доброму Со скаута Правда прошлись Ставится пачка Есть попадание Еще одно Но добивает ФПС Саски И на В боем И никакого фрага С этих скаутов Не получается Хотя опять же попали Да Если бы эти попадания Были немного заранее Может быть там Эти глы подработали Как-то Но вот Врыв Вот маг Десятый подруинил Грондом Возможность И прочие Прочие ситуации Поэтому Как-то вот так Сложилось На все На самом-то деле Ну это будет Вполне возможно Еще и седьмой раунд Для команды Бенчат Так что у НМВ Есть Какие-то А Он еще хотел Пошли Пойти на Мисс Дефуз У него были Дефуз киты И смок Нормально Нормально Ну Шестой раунд Бенчат Закрывает За собой Друзья Одиннадцать шесть Ну и посмотрим Конечно К чему Все это дело Приведет нас С вами Насколько Много раундов Бенчаты Будут закрывать И Что у нас Будет дальше Пока интересно В любом Случае Глянем Что к чему Так Прилетают Гранаты Бомба Выкидывается Опять медленный раунд Бенчаты Не торопятся Здесь С Дефсом Торик Полетел И Отлетел Ну и ситуация 5-4 Большинство Ну В этом раунде Я думаю Должно быть Все спокойно Без проблем Ну Вроде На это и похоже Да Пока что Без фага Для Дефенс У Твиксара Не совсем получается Спрей изначально Но это 5-0 Все равно Раунд для команды Бенчат Которые за атаку Также начинают Набирать Свои раунды Опять же Старт за ними Но Такое Было Ровно такое же Было и на Первой половине Когда они взяли Три стартовых раунда Но потом В девайсах Взяли только один И все Один же? Один Да Поэтому нужно сейчас И на девайсах Тоже показывать Тем более что У противника Там и аука имеется Да Без авика Но есть допускеты Довольно много гранат И тут нужно Прямо подпотеть Так и есть И подпотеть сильно Так и есть Ну вот Полетели потихонечку Первые гранаты Первые Так сказать Моменты Всего Отличного И замечательного Ну и Будем мы С вами Смотреть Смотреть Разумеется Финниган Откидывает Хаешку На дроп Даже Молик Подгорает Дропром Ну а Финниган В ожидании Того чтобы Прыгнуть Здесь ответный Молик Прилетает А вот Это уже Подстава Вот Это уже Неприятно И приходится Назад вернуться И пока Опять же Стоят Минута Времени Это был Максимально Неприятный Молик Сейчас для Атаки Потому что Спускались Вдвоем Вдвоем Мы получили От этого Молика Немного Да Там Фиксар На 7 ХП Получил Но Вот У Финнигана Проблемы Могут Быть Против Того Ж Самого Хэшота Сэмки И Прочей Ситуации Так что Может быть Не так И приятно В любом Случа Но Гронды Имеют Еще 3 Смока 2 Флешки Для Приемки Базы Б Если Подтянутся Тиммейты Под все Это Действия Конечно Так И заход Пошел Фпс Принимает Одного Второго Будучи в Блайне Тут Еще Тиммейт В упоре Сгорает Так От Молика Хэвигада Фпс Погибает Еще и Саски Но Размен Есть От Фейдета И Хэвигад Тоже Находится В минус 2 в 2 Подбитая Атака Времени Очень Мало Бомба Лежит Бомба Не стоит На Планте Это Значит Что Вариантов Тут Практически И Нет Для Атаки Если Хэвигад Не повесит 2 Хэдшота Каких Нибудь Есть Молик Для Того Чтобы Еще Поиграться С Бомбой А Защита Уходит На План Прикинь Вот Это Сейчас Время Им Подарили Для Хэвигада Чтобы Позицию Убрать Поудобнее Так Ну Хорошо Хорошо Здесь Бомба Тикает Хэвигад Молик Ну Смок Нужно Их забрать Да Одного Закроет Второго Увидел Надо Дефуски Подбирать Подбирает И Перестреливает Все таки Вот это Да Вот это У Хэвигода Стрельба Не пошла Очень грустно Очень обидно Но Как есть На Бытом Еще и Хэдшот Возможно Бы и забрал НВМ Поскольку Первый армор Но нет Защита Добывает Для себя 12 Хоть и С огромными Потерями В плане Финансов И Конечно Один дроп Прилетает От НМВ В данный Момент Но Не более Того 10 ХП Говорит ФПС Но там Было 7 Мы это Все знаем С вами Обманул Да и как Обманул Ну Так На вскидку Типа У меня 10 Да У меня 10 Должно быть 7 Вроде Как Вроде Как Авик И довольно Много Денег Еще у Команда Бенчет Остается После Бая Чего не Сказать Про Команду Гронт Но вот Если пойдут Опять же Сейчас погибать А когда я сделал Твиксар Например Там уже Не важно Отличство денег Погибает От доброго Торик В размен 4 в 4 По исходам Пока что Закидывается Афлэн Туда же Будет До конца Атака Идти Правда Не в полном Сантае Потому что Фениган Летел Добрый Да это Еще один Фраг Для своей Команды И НМВ Сейчас Асауга Может Неплохо Прицел Поработать Флешка Откидывается На Олафа И Сам Пропрыгнул По пяткам Получил Так Добрый Закрывает ФПС Господарова На размене 2 в 2 Хэвигат Убивает МВМ Есть Размен Но Доброго Не ждут Восьмой Для Бенча Восьмой Кладрико Для Доброго Да Да 4 фрага Для него И Деньги Потихонечку У Гронда Заканчиваются И Раунды Близятся Друг Друг Команды Близятся По раундам Друг Друг Четыре Раунда Разница Пока Что Угу Ну тут Два Кабай Гронды Могут Позволить Себе Купить Какие-то Пистолеты Не Дефолтные Например Как Дигл Для Саски Какая-то Флешка Одна Но Больше Похоже Все-таки На девятый Даже Две Флешки На девятый Для команды Бенчт В данный Момент Ну и Пока что У нас Атакующий Трейн В этом матче Укрепление Коннектора Там Находится Пять Игроков Команды Гронд Один Ближе К базе Б Остальные Ближе К Апленту И по флешке Будут Врываться И пытаться Разбираться С противником Но Пойдут ли На Аплент Игроки Команды Бенчт Господаров Видит Одного Помогает Хэбби Кот Еще одного Не тут Но Господаров Справляется И последним Торик В живых Остается Ненадолго Поскольку Приходит Финниган И решает Все вопросы Даблкил Для Финнигана И Господарова И девятый Раунд Для команды Бенчт Да 12-9 12-9 Друзья Уже Три раунда Разницы Вообще Остается Все меньше И меньше Ну и Что же Сказать Что Сказать Молодцы Молодцы Ребят за атаку Проделывают Отличную работу Несмотря на то Что опять же Гронды Выиграли тот раунд Клачем Один В один Который был Достаточно Сложный Но получилось Ну а здесь Глянем Друзья Надо браться Грондом А то такими Темпами Действительно Может быть И Бенчты Все это дело Закроют Да Вполне Может быть Вполне Может быть Но два века В диффенсе Намекают На довольно Серьезную Борьбу От команды Гронд В этом раунде Тут уже пошел Поджим Ланга НМВ там Внедрился За мусорку И будет ожидать Противника Который может Его не дочекать В этой ситуации И в общем-то Пока что Под базу П планируют Свой выход Игроки команды Бенчат На Ланге Там тоже будет Интересно Сможет ли Встретить НМВ Своего противника А там Финниган будет Или все-таки Выход в спину На КТ Не произойдет И НМВ Что-то чувствует Вроде как бы И Финнигана Здесь Не перестреливает Все-таки Решает отойти 19 хп у него Флэшчка влетает Попытка прострелов Выход на точку Б Хэви Год Идвиксару Тут может быть не сладко Хотя Хэви Год ФПС разобрал Погибает От Фейда Это еще и добрый Размен уходит И Фейда также погибает Пока что размина В пользу команды Бенчат 3 в 2 Ну и Саски Вместе с НМВ Вдвоем Попробует пойти Сыграть В ритей Да Сложно Будет Очень хорошие позиции Да Господа Закрывает НМВ Саски Надо уходить на сейв Даже ничего не придумывает А он не уйдет Тут уже Хэви Год Он не уйдет Но надо было Уходить на сейв Да Десятый Ну и первый Тайм-аут Для команды Гронт Первая тактическая Пауза При счете Десять-двенадцать Долго Гронта Думали Когда брать И зачем брать Тактическую паузу Но вроде бы Придумали Потому что Уже действительно Противник Очень близок К тому Чтобы подобраться По раундам Очень близок Ну и соответственно Соответственно Нужно что-то придумать Хотя денег нет Наверное Опять как-то Попытаются Стакнуться Сейчас Я думаю Что это Неплохой вариант Для них Где-то попробовать Как они делали На коннекторе Пятером Может быть Как-то так Организуют Все это движение Но Диклы Первого У них точно появятся И мы опять же С тобой смотрим На плотную карту Хотя опять У нас сегодня Коллеги Отстрелились Блин За полчаса Четыре карты У нас с тобой Каждая карта ТБшечка Плотная такая ТБшка Тут у нас первые 29 раундов Потом 30 И сейчас уже Тоже будет что-то Вроде того Типа 26 раундов Вполне Может случиться Минимум 26 раундов Может случиться Поэтому А я вот не очень понял Ты говоришь Ну да Я видел Что быстрые Очень карты Но мы все равно Как бы по расписанию Не ну как бы По расписанию Да я к тому Что типа Дневные катки Они как-то были Быстро Вечерние Они уже Поплотнее Я просто так Не особо смотрел Не особо следил Ну типа да Фолубайт И команды готовы К тому что Нужно будет в случае чего На 15 минут раньше Выйти Я думаю что они Плюс-минус в этом тайминге Там и живут Ожидая матча Следующий матч По расписанию Должен начаться В-в-в 19.45 Сейчас 19.27 Непонятно как это играет И опять же Скорее всего Если мы закончим А такое время Не московское? Нет Угу Сейчас 19.27 Как в Европе Нет Сейчас 20.27 В Европе Нет Это по московскому Времени А в Европе Сейчас как у меня Вот так Мы с ними В одном часовом поясе Доживем Поэтому Москва не Европа Получается Ну не настолько Как Калининград Ну Получается так 11.27 Друзья Вот мы и сравнились Сравнялись По большому счету Мы сравнились Да Это тоже Ну интересно Интересно Очень даже Как-то Гронды Подотпускают Стрейн Очень грустно За этих парней Я думал Сейчас все закончится В целом Но нет Не тут-то было Да И для Гронта Один раунд В диффенсе По-прежнему Один Да Девайсный Но один А там кстати Гамбиты Могут 0.3 Отлететь Против Нави 12.14 Да Это будет жестко Это будут Некоторые сенсации Хотя Опять же СНГ регион Я правда Не совсем понимаю Что с гамбитами Почему так Но сегодня Видимо День Электроника Электроник Суперсоник Так А у нас здесь Тоже Карта Трейн И пока Как я уже говорил Атакующий Трейн Господа В 28.14 Двойной кд При 28 фрагах Это прям сильно От него Остальные Семейты Но Финниган Тоже Неплохо себя чувствуют Остальные ребята Из его команды Пока что идут Ну не так бодро Конечно Два игрока В минус кд 13 на 15 У Доброго И Двиксара И Хэви Гад 16 на 14 Тоже Пока непонятно Как его характеризовать Скажем так Ну вроде бы Смотрится тоже бодренько На волне с командой Нормально Так есть Молик Прилетает в дроп Ну и Ну и Что у нас здесь С вами будет далее Фейдет Кидывает молотов На низ Прилетает Хаёшка Хорошая Ой какая плотная По доброму По Твиксару Так Ну и выход будет На Б сайт Надо Пробовать Надо пытаться Врываться Торик Торик должен Закрывать Хэви Гад Спокойно И понимать Что это Аплэн После вот этого фрага Да Молик сразу Хороший Тайминговый Одного закрывает Второй Подгорает Ну здесь Должен быть раунд За Грондом Тринадцатый Уж Уж никак Этот раунд Не должен Выигрываться Команды Бенчт Да Тут Шестнадцать хп На двоих А не Стоп Да Шестнадцать хп Бомба устанавливается Но здесь дело Не в деньгах Там с деньгами Все нормально Господаров Последний Ну его здесь Да Гоняют по пленту Тринадцать Да Тринадцать Для команды Гронд Но С тем напором С которым движется Команда Бенчт Я скажу вам Что Тут довольно Серьезное Противостояние Будет у нас По итогу Поскольку Ты уже отметил Что количество денег Довольно серьезное Для Бенчт Там Тринадцать тысяч У Финнигана И тринадцать У Хэви Гада Остальные ребята Не испытывают Больших проблем Соответственно Это будет что-то Вроде Бая Чуть ли не до последнего Чуть ли не до конца Так что Пауза теперь уже И для команды Бенчт Они тоже решили подумать Что тут делать Как с этим жить теперь И как это вообще Должно быть На самом-то деле Но два века Остаются у защиты Саски И фпс Насколько я помню Фпс И был Мейн авиком У команды Гронт Может быть Что-то путаю Но по-моему Он как раз таки был Авиком у них Может быть другой товарищ Вместо которого Тори пришел Он по-моему Фпс Но это не точно Совершенно не точно Пауза для спецназа Еще одна тактическая Уже для команды Гронт Они тоже понимают Всю ответственность Всего мероприятия Если берут Сейчас два подряд То там уже точно Бенчт Дэник нет И они уже Проходят дальше В матч Винеров И будут оттуда Бороться с Бест оф три Я думаю Что у Гронтов Тоже есть Неплохие варианты Мне вот больше интересно Против кого У нас попадутся Гронты и Бенчты В случае Победы Поражения Сейчас по-моему Эта информация Должна быть На ХЛТВ Может быть Она здесь А нет Они по всей видимости Будут играть Да Победившая Либо с командой Киев Либо с командой Ингейм Ну и проигравшая С проигравшими Этой парой Соответственно Вот такая вот история Там может сложиться При всем том Или ином желании Так Пошли первые фраги А тем временем Команда Навиа 3-0 Обыгрывает команду Гамбит В финале Дримхака Поздравляем их Большие молодцы Посмотрим Что будет на Минорчике Том самом Но пока у нас Вот команды борются За попадание В основную стадию Финиган ППС Погибает также Саски Фейдет Последний Выживший И фейдет Здесь может И погибнуть На самом-то деле Но откидывая флешку Просто уходит Это 12 раунд Для команды Бенчит И снова нет денег У защиты Да Чудеса 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 чудесные Чудеса невероятные Ем Ну соответственно 13 Не хочет Команда Бенчит Проигрывать Но по деньгам У них классно Все По деньгам У них Действительно Все здорово Фейдет 1 в 4 Старается Засейвить Свой девайс Хотя бы Вместе В следующий Но с деньгами Тяжко У Грондов Бомба Взрывается Бомба Взрывается Да Действительно Все ближе и ближе Мы к развязке Этой карты Хотя еще Если будут овертаймы Может быть даже И не близко Да Фейдет Сейвит То что у него есть Но кстати В теории Могут закупиться Типа Фейдет Может дать даже Авик для тиммейта Фпс В этом случае Даст также дроп еще По-моему Они все-таки Решают покупать Да Уже вижу Две эмки Снайперская винтовка Для фпс Он купил ее себе сам И для НМВ Это раскидка Первый армор Дефуз киты И дигл Ну вполне себе Неплохой бай Да Видим что он имеется И все Весьма неплохо Не хотят отдавать Так просто 13 раунд Хотят забрать себе 14 С другой стороны Если сами проигрывают То отдают еще Возможно 14 команде Бенчат Вот в чем Вся загвоздка На самом-то деле С этим нужно Быть поаккуратнее В таких решениях Может быть Село взять еще паузу У них-то пауза еще есть Насколько я помню Но Атакующий Атакующий Детраин Это Бредкая история Когда В диффенсе С одной стороны 4 раунда С другой стороны 2 раунда При счете 12-13 Ну ребята Потеют Как не в себя Так Ну да Так оно и есть Попытка Попытка Закрыть Все и вся Собственно Ну и в общем-то Может быть К чему это дело Не приведет Откидывается Смоук В мейн Ответный Смоук 5-4 Ну тут уже Выиграв этот раунд Команда Бенчат Себе очень хорошее Преимущество делает Очень хорошее Твиксар Закрывает Фейдота 5-3 Ну это Сейф Это сейф Отгрон 13-13 Да Получается Что 13-13 И вы Также Дорогие друзья Не забывайте Про баннер Под трансляция Также Друзья Партнеров Приматч На 100% Бонус К первому депозиту Ну а также Разнообразные Там еще Приматч И лайф События На спорте Киберспорт Ну и мобильное приложение Также у них Имеется Под iOS Android У нас здесь Пока что 13-й раунд Действительно Для команды Бенчат Сейф МКи АВП Опять же Под это Можно было бы Закупиться Не потеряя АВИК ФПС Свой Его там что-то нашли Немножечко убили Есть у них От НМВ Также от Торика Но сейчас Уживая не просматривается Поскольку Выживает Пока что Лишь Один НМВ Я вот не понимаю Вроде бы Гронды Они же Как мы с тобой Выяснили И Уже Скажем так Не первый раз Их видим Ребята Которые Команда Это выяснили уже И почему Они так себя В диффенсе На трейне Плохо чувствуют Я не понимаю Должно быть Немного Может быть Наоборот Или и там И там Катаете Но почему в диффенсе На трейне Только два взятых раунда Один еле-еле При два в один Они еле взяли Вот 7 хп оставалось И вот один тоже раунд Да Там был поболее уверенный Но все же Где все оставшиеся Алоэ 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 Еще какое Ну что ж Минута 35 На таймере Бенч Потихонечку Помаленечку Но начинают уже Достаточно серьезно Заявлять о себе И сейчас И сейчас На самом деле Имеют все шансы На то Чтобы выйти Преимущество Ох ты Вот так вот Фейдер с деглом Без армора Перестреливает Твиксара Там 30 хп Оставалось Интересно Конечно Получилось Ну и Финниган Против фпс Надо Надо здесь Чекать Право Чекать Лево Закрывает Он своего оппонента 4 в 4 раз Вмен есть Но все равно Довольно тяжело А вот Торик Находит фраг На добром Погибает Белорусский игрок Коллектива Но Какой Момент От Господарова Мог бы быть И это был бы Опять же 3 в 3 момент И можно было Дорабатывать То сейчас По-прежнему 4 в 3 Информация есть Также по бомбе Попадание по Хэви Году С зеленки И Что-то проблемы В этом раунде Команды Бенчат Могут быть Они и сейчас На самом деле Есть Ну С их раскидкой Можно и на Б Попробовать Потому что На Аплент Нужно слишком много Позитов закидывать У них есть только Смоук и Молтов Типа Молик Наверхниз Смоук На постановку Плента Проходит Финниган Перед противником Который спинной К нему стоит Погибает НМВ Смоук Наверхниз И Торик Пока что Выйти вряд ли сможет Тем более Еще Господаров Контролит Торик Открывается Закрывает Вот Господаров Тут же погибает Еще и Саски Остается Последняя Фейдет И его тут Тоже убивают Найстрай Были шансы Для команды Гронт Хоть как-то Разыграть данный момент Но все по что Не так И ни одной жизни Они с собой Не забрали Да друзья И сразу же Ставится пауза Пауза От Бинч При счете 14-13 Понимают они Что выиграв Этот раунд Они оказываются По всей видимости Победителем Всего этого Замечательно Гом Ну если против Деглов Только не зальют Ну и Поэтому Конечно Нужно Максимально Уверенно Провести Эти Последние Раунды Да Так и есть Друзья Ну а напоследок У нас Будет еще одно Противостояние Еще одно Бест оф лан Это будет Соответственно Матч И из Киев И из Киев И из Киев Да Против Ингейм Так и есть Да Это уже будет Действительно Следующее И финальное Противостояние Сегодня В формате Бест оф один Дальше уже Бест оф три матча И уже такие Плотные-плотные Зарубы Вполне А могут быть Мне тоже интересно И все мы эти дни Будем работать Завтра вообще Будут параллельные матчи У вас будет В два потока Возможность наблюдать За той или иной командой Так что КС завтра И послезавтра И потом еще На протяжении Всего мая Будет очень много Потому что завтра Еще по-моему Флэшпоинт Тоже начинается Это уже Европейский минор А там уже И Астралис И Джиту И все подряд А мы чуть попозже Вступим С 12-го числа Основная стадия Будет у нас Да Попывания в ногу Есть От ФПС Взорвали Еще и Саски Хаешка попал И Фениган погиб Хороший старт Для команды Гронт 5-4 Большинство За КТМ И посмотрим Что к чему Откидывается Сумачок Ответный И команда Бенчит Опять Никуда не торопится С этим выходом Но вот через зеленочку Потихонечку Уже ТХСР Начинает проходить И Потеряли Но Не суть Важно До конца До конца Игры На два раунда Разумеется Хватит Авика И Хаешка Тайминговая Тоже прилетела Там Попал Попал Помогает Попал Попал Это приведет Уйти Потерять Здоровье Но опять же Это снайперская Винтовка Поэтому Не так Это бы Повлияло В дальнейшем Хотя На хэдшот Уже Господа Рассчитаны С одной пулей Там еще Гронтов Калашников Их два Имеется Там Можно было Даже без Этой истории Отработать Но вообще Будет обидно И трагично Если Бенч Проиграть 14-16 Типа Чтобы обиднее Было Так и вели Такой хороший Комбэк Показали Были впереди 14-13 Но сейчас В одном Раунде От того Чтобы пойти В сетку Лузеров И там Сражаться С Командой Которая Поговорит В следующем Матче Там тоже Может быть Не без сюрпризов Потому что Одна команда Нестабильна Киевская А вторая Ну Типа Вот тоже Что-то Типа Бенчедов Такого микса Который тоже Редко видим Даже в Тир-3 Туриках Так и есть Так же Такая история Так Контакт Первый И выигрывается Фейда там И выход на Аплент Ну это читают Гронды Это уже показывали Бенчед Раунд Который был Раунд Которым Знают Гронды Ну и Финниган Читает ФПС Хэви Года Саски Закрывает Господарова Ну и По всей видимости Это ГГ Друзья Скорее всего 16 раунда Там просто Времени банально Нет Гоу ТВ Обсервер Тоже отдыхает Флексит Ну и добрый Последний 16-14 Поздравляем Команду Гронд Очень близко Очень жесткое противостояние Но все-таки Победа Для этих парней Браво Да Молодцы Одни и вторые Не могу сказать Что Какой-то коллектив Сильно проседал Чуть бы побольше раундов В защите Например Игрокам команды Бенчед И было бы намного приятнее Могли рассчитывать Даже на победу На этой карте Дали хороший бой За атаку Но Я думаю Не так понимают Что нужно за диффенс Что-то делать Как-то это дорабатывать Потому что Один девайс Не в диффенсе На трейне И это не смешно На самом-то деле В отличие от их Визави Которые девайсных Раундов набрали Явно побольше И Дважды упускали Игроки команды Гронд Начало Что в первой Что во второй половине Отдавая первые Три раунда И там И там Но Могли И находили в себе Силы возвращаться На девайсах Поэтому здесь Конкретно В этом случае Гронды Показали себя Немного Лучшей Я бы в этом матче Скажем так Если считать Вэлли 55% За Грондами 45% За ребятами С команды Бенчат Есть к чему стремиться Посмотрим Как они себя Завтра покажут Но впереди Еще один матч Это Еспорт Киев И Также еще Команда Ин.гейм Поэтому посмотрим За ними Это будет финальная Best of 1 на сегодня Ну а пока Небольшая пауза